Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 28 августа вы смотрите обзор главных аграрных новостей. В этом выпуске мы расскажем, когда продавать пшеницу, какие субсидии готовит Минсельхоз и почему Молочный Союз России остался недоволен торговыми сетями. На этой неделе Минсельхоз России возобновил публикацию данных о ходе уборки. Они весьма любопытные. Наибольший интерес вызывает пшеница, которая довольно серьезно просела по урожайности, если сравнивать с прошлым годом. Так, на 26 августа средняя урожайность культуры составляла 30,7 центнера с гектара. Это почти на 5 центнеров ниже, чем в прошлом году. Сократился и валовый сбор. Он составляет 63,6 миллиона тонн. В прошлом году было почти на 6 миллионов тонн больше при той же площади обмолота. Главной интригой сезона остается вопрос, оправдается ли прогноз Минсельхоза России, который обещал, что мы соберем 81 миллион тонн пшеницы. Экспортные цены на эту культуру закрепились на уровне 296 долларов за тонну, а вот внутренние колеблются. Когда лучше продавать зерно? Этот вопрос мы задали генеральному директору Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрию Рылько. В году мы, вот наша российская пшеница несколько раз скучалась, так скажем, снизу пыталась пробить условный потолок в 300 долларов, на Фобина в российском, и это не получилось. А в этом году мы думаем, что ситуация немножко другая, и есть высокая вероятность, что все-таки наши цены по течению сезона уйдут вверх туда за 300 долларов, потому что и сами долларов у нас очень много в мире, гораздо больше, чем в прошлом году, и урожай похуже выглядит, чем это было в прошлом сезоне. Другое дело, что параллельно у нас будет расти экспортная пошлина, и поэтому на внутреннем рынке вот эта ситуация, она будет, так сказать, снята в значительном мире, потому что пошлина, она значительную часть вот этого роста на мировом рынке, она съест. Поэтому резкого роста цен на внутреннем рынке мы, пожалуй, что не видим, потому что пошлина съедает 70%, как известно, того, что прибавляется на Фобе. Можно ли прогнозировать на внутреннем рынке какие-то ценовые кислоты? Ну, это достаточно сложно, потому что мы не знаем параметров экспортной квоты, которая будет действовать во второй половине сезона. Мы не знаем, как будет, насколько подскочит мировой рынок, поэтому сейчас сказать что-либо внятное на эту тему достаточно сложно, но я думаю, что нужно идти спокойно по сезону. Вот у нас сейчас, некоторое время назад, был некий ценовой пик, которым имело, наверное, смысл продать. Сейчас уже вот немножко поздновато, нужно теперь ждать, наверное, другого ценового пика, на котором нужно будет снова часть оружия продать, а с помощью не продано. И вот так двигаться от одного микропика к другому. Отмечу, что Дмитрий Николаевич прилетел из Москвы специально на нашу летнюю зерновую конференцию. Все мероприятия издательского дома «Крестьянин» вы можете посмотреть на сайте Агробок.ру, а ближайшим из них станет День поля наутил на базе хозяйства «Сезам Агра» в Республике Крым. В хозяйстве Сергея Перепелицы мы встретимся 10 сентября и будем рады, если вы к нам присоединитесь. Все подробности по телефонам, которые вы видите на экране. Россельхознадзор ограничил применение глифосата в качестве десиканта. Изменения были внесены в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов. Теперь глифосат нельзя применять для десикации культур вроде сои, рапса, гороха и нута. Однако его применение по-прежнему разрешено на зерновых и подсолнечники. Опрыскивать эти культуры для десикации можно только препаратом пилараунд за две недели до уборки. Как пояснили в Управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, изменения связаны с последействием глифосата на организм человека. Молочный союз России обратился в правительство и Федеральную антимонопольную службу с просьбой принять меры против высоких наценок в федеральных торговых сетях. По словам главы союза Людмилы Маницкой, наценки составляют от 50 до 150%. Ни в одной стране нет таких накруток на молочную продукцию, подчеркнула Маницкая. Самая высокая наценка идет на продукты, требующие большого количества молока – это сыр, масло, сметана. Жалобы на то, что у федеральных сетей высокие наценки поступают в Молочный союз от производителей со всех регионов России. Маницкая отметила, что почти все торговые сети имеют иностранное происхождение. Молочный союз рассчитывает, что ФАС проверит величину и обоснованность наценок. А вот исполнительный директор РУСПРОДСоюза Дмитрий Востриков с заявлениями Маницкой не согласился и сообщил, что наценки нужно рассматривать по сегментам продукции. Например, на социальные товары вроде молока наценка составляет только 15%, максимум 30% есть на сметане. А вот премиальные продукты – фитнес-йогурт и сыр Дорблю – действительно могут иметь более высокую накрутку. Вопрос о том, сколько зарабатывают торговые сети, стал актуален потому, что доходность молочников стремительно снижается. По словам гендиректора «Союзмолоко» Андрея Белова, себестоимость молока в этом году выросла практически на 18%. Рост стоимости белковых кормов составил 60%. Растет стоимость переработки 6-8%. Настолько увеличились затраты молочных заводов. А вот цена на полки выросла незначительно – всего 3,5%. Правительство России внесло изменения в правила предоставления капексов. Теперь получить компенсацию капитальных затрат смогут племенные птицеводческие фермы. Государство компенсирует им до 20% стоимости объекта, который был построен или модернизирован. Такой механизм поддержки поможет развивать производство мяса птицы и инкубационного яйца, говорится на сайте Кабмина. Минсельхоз рассчитывает, что к 2025 году страна сможет практически полностью заместить импортный племенной материал отечественным. Еще одна новость в тему импортозамещения. Минсельхоз Краснодарского края собирается предоставлять растеневодам новую субсидию на отечественные семена кукурузы и подсолнечника. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал на встрече с Дмитрием Патрушевым. Аграриям будут компенсировать до 30% стоимости семян отечественной селекции. Эта форма поддержки не нова для региона. Годом ранее Край начал выплачивать компенсацию затрат на покупку семян сахарной свеклы. При этом аграриям компенсировали 70%. В результате доля отечественных семян сахарной свеклы выросла с 1% до 5,6%. Этот опыт был признан положительным и его решено распространить на семена кукурузы и подсолнечника. Августовские ливни на Черноморском побережье не прошли бесследно для кубанских виноградарей. Минсельхоз края подсчитал, что от циклона пострадало 13,5 тысяч гектаров. Это 47% от всей площади виноградника в Кубани. Основной удар приняли аграрии Тимрюкского района. Ущерб был нанесен также лазе в Крымском районе, в Анапе и в Новороссийске. От избытка влаги виноград лопается. По подсчетам Минсельхоза общие потери урожая могут дойти до 30 тысяч тонн. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, ситуация не должна серьезным образом отразиться на объемах производства вина и на его цене. Но вот убытки аграрьев, похоже, останутся их собственной проблемой. Пресс-служба губернатора отметила, что компенсацию потерь производят только по застрахованным угодиям. А вопрос страхования добровольный и находится в компетенции каждого собственника. По традиции закончим выпуск хорошей новостью. Со следующего года аграрии России смогут получать гранты на развитие агротуризма. Максимальная сумма гранта составит до 10 миллионов рублей. Отбор проектов будет проводить Минсельхоз России. Сейчас ведомство получило порядка 270 пилотных заявок и утверждает правовую базу, чтобы заявить в бюджет финансирования на следующую трехлетку. Так что, если у вас есть интересный проект, наступило время получить на него деньги от государства. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание и ждем вас на дне поля «Ноутил» в Криму.